здравствуйте наш сегодняшний разговор о визах но разумеется не визах как таковых а золотых золотая виза это вид на жительство вдаваемые за инвестиции в недвижимость некоторых странах то есть вы покупаете объект или объекты доказываете свою благонадежность мы в предыдущий раз говорили о документах подтверждающих эту благонадежность это справка о несудимости доказательства уровня доходов и происхождение средств так вот проинвестировав недвижимости доказав что вы являетесь достойным кандидата вы можете получить золотую визу настоящее время в европе действует шесть программ перечислю страны в алфавитном порядке это греция испания кипр латвия мальта португалия наибольшим спросом пользуются первые две программы греческая и испанская объясню почему не остальные кипр это не шенген при инвестиции в новую подчеркиваю новую недвижимость в размере 300 тысяч евро можно получить даже пмж то есть постоянный вид на жительство по программе fast track за 90 дней но этот пмж не дает права передвижения по евросоюзу и пользуется спросом только у тех кому интересен кипр сам по себе латвия пять лет назад ужесточила условия получения внж и подняла ставку инвестиций почти вдвое до того как цифры увеличились программа была весьма популярна сейчас когда необходимый платеж уже сопоставим с аналогами в других странах а климат в латвии понятно не южной былой популярности нет объем инвестиций в латвии двести пятьдесят тысяч евро как и в теплой греции мальта как и кипр дает постоянный вид на жительство нужный объем инвестиций двести семьдесят триста двадцать тысяч евро в зависимости от региона речь как и на кипре идет о пмж но мальта входит шенген вроде все здорово беда в том что остров принципе не слишком популярен у нас с вами выбирая скажем между мальты и греции большинство предпочтет грецию но и португалия минимальный объем инвестиций здесь 350 тысяч евро в данном контексте речь идет о строго регламентированных объектах только под реконструкцию что мало кому приходится по вкусу случае с обычными объектами не требующие дополнительных вложений и расположенных там где нравится они строго обозначенном месте объем необходимых инвестиций уже составляет 500 тысяч евро то есть аналогичен испанскому но в испанию проще добираться туристическая инфраструктура в испании лучше да и вообще популярность этих стран у нас не сопоставима португалия же особенно популярна у китайских инвесторов таким образом среди работающих на сегодняшний день программ наибольшим спросом пользуются греция испания о них и поговорим смотрите в ближайшие минуты основные параметры греческой и испанский программ золотая виза какая программа более популярна у россиян и почему чем отличается получение внж и получение гражданства и так греция популярность греческой программы объяснима и ее привлекательными относительно финансовыми условиями и в какой-то степени отношением к стране грецию любит именно любит это то слово когда чувство нельзя сбрасывать со счетов статистика подчеркивает популярность программы начала 2019 года золотую визу греция получила 3620 основных заявителей а вместе членами семей цифра получается круглый почти 10 тысяч виз оценивая решение греков работать золотыми визами важно понимать что страна находилась да и сейчас находится в не самом лучшем экономическом состоянии с 2008 года в греции продолжается кризис несмотря на то что он в последние полтора года стабилизировался до возвращения к былым экономическим показателям еще далеко то есть греции нужны деньги нужны инвесторы наибольшую активность на греческом направлении проявляют китайцы они получили более половины всех золотых виз более тысячи получателей на начало 2019 года у граждан россии почетное второе место кратко основные параметры греческой программы внж дается на пять лет при покупке или аренде объекта на сумму не менее 250 тысяч евро дополнительные государственные расходы которые вы понесете при оформлении сделки можно оценить в 17 18 тысяч евро я говорю сейчас без учетов налогов при покупке вы можете купить как один так и несколько объектов вместе с вами основным заявителем внж могут получить супруг или супруга дети 21 года и родители финансовую состоятельность в этом случае вы доказывать не должны находиться на территории греции тоже не нужно достаточно заехать хоть на один день раз в год то есть при желании можно вовсе не бывать стране имея внж на пять лет а по истечении этого срока продлевать резиденцию однако если вы хотите со временем получить пмж и тем более гражданство то тут уже необходимо присутствовать стране не менее 183 дней ежегодно при этом греческая золотая виза не дает право на работу по найму то есть в данном случае фактически получается что вы можете переехать страну всей семьей но источник ваших доходов должен находиться за пределами греции альтернатива открытие собственного бизнеса и предоставление рабочих мест грекам но никак не конкуренция с местными жителями на рынке труда и еще про возможные пмж и гражданство если вы хотите получить его хочу отметить что ежегодное нахождение в стране на протяжении 183 дней и более не обязательно подразумевает присутствие именно в греции безусловно можно передвигаться по зоне шенген и даже странам не входящих шенген пределах евросоюза то есть если вы хотите зимой покататься на лыжах в болгарии ну или поехать в австрию или италию это вообще не проблема важно что в этом случае покидать евросоюз не через грецию не стоит да и въезжать тоже хотите гражданство вам надо обеспечить себе максимальное количество дней пребывания именно в греции пмж можно получить при нахождении в стране ежегодно от 183 дней в течение пяти лет для получения гражданства надо жить в греции в течение 10 лет на законных основаниях получение гражданства предполагает сдачу экзамена на знание культуры истории греческого языка то есть вы должны продемонстрировать свою лояльность и адаптированность к местным условиям далеко не все готовы идти по этому пути до конца более того большинство инвесторов и не стремится к переезду прямо сейчас довольствует золотой визы на пять лет и возможность все начать жить в греции постоянно в любой момент например при выходе на пенсию как правило вложив недвижимость греция от 250 тысяч евро покупатели либо пользуются недвижимостью как дачи на море либо сдают в аренду иногда и комбинируют эти два способа небольшое лирическое оступление как раз и возможности получить в нж еще зарабатывать безусловно греция любима туристами а современные платформы такие как booking и airbnb значительно упростили процедуру сдачи в аренду однако если вы серьезно думаете о получении дохода нужно тщательно просчитывать и оценивать все что связано с обслуживанием недвижимости уборка ремонт передача ключей то есть необходима управляющая компания или какие-то местные партнеры друзья которые будут помогать вам в этом деле еще обычно в греции речь идет о краткосрочной сдачи в аренду хотя жилье здесь можно сдать и на длительный срок в афинах например но краткосрочным и говорим о туристическом сезоне который длится с мая по октябрь то есть 6 месяцев в зависимости от объекта его расположение количество дней сдачи затрат на обслуживание выплат за воду электричество до выплаты налогов хозяину остается от 2 до 7 процентов я привожу большой разброс но ситуации бывают очень разные если все-таки спуститься с небес на землю если использовать свой объект высокий сезон самому то как правило аренда в основное время май июнь сентябрь покрывает только расходы на содержание недвижимости в случае если жильем вы не пользуетесь совсем но сдачи занимается управляющая компания то доход оценивайте в районе четырех процентов годовых немного но в валюте и за пределами страны что критично для многих на всякий пожар теперь испания испания много лет входит в тройку наиболее популярных стран у россиян а также зачастую лидирует в рейтинге как и в данный момент не буду говорить про климат и другие прелести страны в это без меня хорошо знаете про золотые визы сумма инвестиций необходимые для них в испании это 500 тысяч евро сумма солидная в два раза больше греческой дополнительные расходы на оформлении также примерно в два раза больше греческих речь идет о сумме около 30 тысяч евро опять же без налогов как и в греции получить внж можно совершив один визит страну вместе с заявителем внж могут получить супруг или супруга а также дети до 18 лет испанский внж выдается сроком на один или два года в зависимости от того где вы получаете его в россии или в испании затем каждые два года внж придется продлевать но процедура это в целом стандартная и несложная как и в греции наибольшее число заявителей самые активные игроки китайцы но их лидерство символическое россияне уверенно идут на втором месте интересно что большинство заявителей приобретая золотые визы покупали недвижимость в каталонии также в лидерах costa del sol и мадрид а вот сверх популярная у россиян побережье коста бланке где активно клиенты в эконом сегменте у заявителей по крайней мере на данный момент не столь популярна и характерно общее число основных заявителей на испанские золотые визы учитываем тех кто получил такие визы в 2018 году значительно меньше чем в греции испания 2093 греция 3620 но если учитывать только количество россиян статистика меняется испании 640 греция 423 визы таким образом несмотря на дороговизну испанской программы россияне предпочитает ее объясняется интерес к испании достаточно просто причины две первая собственно популярность испании здесь много покупают недвижимость наши соотечественники и как я уже говорила она стабильно занимает лидерские позиции вторая но не менее важная причина экономической ситуации в испании она гораздо лучше чем греции здесь тоже велика безработица но испанцы не так боятся конкуренции на рынке труда и дают заявитель его семье разрешение на работу по найму а это значит что ликвидность недвижимости в целом больше тем более что в отличие от греции здесь работает ипотека да ею нельзя воспользоваться при покупке объекта для золотой визы на 500 тысяч но если вдруг вам понадобится продать недвижимость всякое в жизни бывает ипотекой могут воспользоваться потенциальные покупатели причем не только самые испанцы но и иностранцы причем вот это всякое бывает не обязательно что то плохое возможно ваша семья сейчас не готова к переезду но уже сейчас вы хотите вложиться в недвижимость и получить золотую визу вы приобрели для себя небольшой дом для летнего отдыха допустим на 300 тысяч евро а на оставшиеся деньги апартаменты для сдачи в аренду объекты могут быть в разных регионах например вилла на коста браво апартаменты в мадриде или вилла на коста бланке апартаменты на сдачу в барселоне мы помним что как и в случае с греции в испании для получения уже постоянного вида на жительство необходимо проживать стране не менее 183 дней в году пусть вы пока к этому не готовы но время идет вы созрели для переезда и летняя дача уже маловато хочется что-то большее или например эту дачу вы хотите уже сдавать а сами планируете поселиться в городе неважно барселона мадрид или аликанты все апартаменты которые покупались для сдачи в аренду не подходит для личного проживания семьи без проблем объект можно поменять важно чтобы на момент продления внж собственности находилась недвижимость стоимость которой превышает сумме 500 тысяч евро к сожалению цифры за 2019 год еще не доступны но в ближайшее время если вам будет интересно обращайтесь напрямую я всегда слежу за ситуацией и владею актуальной информацией на тему золотых виз можно говорить бесконечно у каждого из вас в своей ситуации нужны персональные рекомендации поэтому обращайтесь поможем еще раз очень хочу напомнить фактически проживая в стране более 183 дней в году подтверждая это документально для получения пмж инвестор подписывает себя под смену налоговой резиденции налоги в испании и греции выше отечественных таким образом если речь не идет о том что вы действительно планируете ехать и остаться стоит лишний раз подумать нужен ли пмж и гражданство возможно достаточно внж золотой визы но даже если инвесторы не хотят получать гражданство или менять налоговое резидентство большинство из них хочет дать такую возможность своим детям кроме того получив резиденцию в евросоюзе можно рассчитывать на более выгодные тарифы при обучении в европейских вузах обучаясь в европе дети проводят там необходимое количество времени изучают язык а потом могут воспользоваться получением пмж а впоследствии и гражданство но в следующей серии мы как раз и поговорим о паспортных программах инвестиционном получении гражданства всего доброго смотрите в следующей серии программа получения гражданства через инвестиции сравнение кипрской и мальтийской программ какие расходы предстоят при получении инвестиционного гражданства можно ли совместить получение паспорта и реальные инвестиции в недвижимость и Субтитры создавал DimaTorzok